Россия и некоторые ее партнеры по БРИКС активно противостояли подписанию новой программы Международного валютного фонда для Украины и пытались сорвать соглашение в Совете директоров фонда. В частности, это были Бразилия и Индия. По некоторым позициям Кремль поддерживали Иран и Турция. Об этом сообщают дипломатические источники. Согласно их данным, Россия и Бразилия, имеющие суммарно почти 5% квоты голосов, в результате стали единственными странами, которые не поддержали выделение кредита МВФ Украине. Боевики обстреляли 29-й блокпост и систем залпового огня Град в Луганской области. По украинским военнослужащим выпустили около 40 ракет. Этот факт опровергает заявление боевиков об отводе тяжелых вооружений. Еще 20 ракет влучили по селищу Новоташківське, что на Бахмутской трассе. На счастье, а не в лавах украинских военнослужащих, а не среди местных жителей, пострадалих, нема. Вже после обстрела наши позиции были атакованы двумя диверсийно-разведывальными группами. Благодаря боевой майстерности и мощности наших военнослужащих, ворог отступил. Зазначим, что боевики, обычно, значительно активизируются с началом темної поры и доби. Неспокийно вчера было поблизу Авдеевки. Боевики, кроме легкого оружия, вели огонь с гранатометов, минометов, зенитных установок и танков. Также зафиксировано один случай использования артиллерии с боку незаконных оружийных формований. В целом, на территорию обороны сил антитеррористической аберрации, именно поблизу Донецка, приблизительно половины всех оружийных провокаций противника за прошлый день. Суд оставил подстражив на два месяца экс-главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Бачковского. Он может уплатить за свободу 1,184,000 гривен. Напомним, днем ранее Печерский суд решил не применять меру пресечения для Бачковского, поэтому чиновника пришлось бы отпустить из-под стражи через 72 часа после задержания. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, прокуратура отозвала ходатайство об аресте бывшего главы ГСЧС Сергея Бачковского, чтобы расширить его. Японский робот Киробо признан двойным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Недавно он вернулся с Международной космической станции. Киробо стал первой роботизированной машиной, которая говорила из космоса с Землей. Кроме того, он удалился на рекордное среди своих собратьев расстояние от планеты. Робот покинул Землю в августе 2013-го. Спустя несколько месяцев встретил на МКС своего коллегу, астронавта Каити Вакату. Рост Киробо всего 34 сантиметра, весит он 1 килограмм. До прибытия Вакаты на МКС он проводил космические эксперименты, им управляли с Земли дистанционно. А позже он выполнял словесные указания астронавта. Киробо умеет распознавать голоса, жесты и речь, обрабатывать естественную речь человека, но только японскую. У него есть голосовой синтезатор. Робот также способен распознавать лица и оборудован системой записи видео.